Приветствую! Меня зовут Валерия Нестерова. На своем канале я рассказываю о парфюмерии. И в этом видео будет обзор на одну очень интересную селективную линейку одного бренда. Этот бренд известен по всему миру благодаря своим браслетам с подвесками. Это мечта каждой девушки. Они в январе этого года в России выпустили свою селективную линейку. Вот так она выглядит. И у меня есть ароматы на обзор. Над созданием линейки ароматов работали ведущие парфюмеры концерна Живодан. Лидеры мировой парфюмерной промышленности. Упаковка бренда подарочная. Вы видите все, что здесь такой минималистичный стиль. Очень красивый дизайн. Идеально на подарок. Ну и что? Мы с вами наконец-то заглядываем внутрь. Очень красиво, очень стильно. Как с картинки. Минимализм и ничего лишнего. Достаем флакончик. Будем с вами наносить аромат, слушать и определять, для чего идеально подойдет тот или иной парфюм. Кстати, хотела сказать интересный факт, что в составе парфюмерной продукции есть как эфирные масла, так и душистые вещества и ингредиенты, полученные технологией Headspace, что в переводе означает «головная фракция». Эта технология позволяет относиться к природе бережно и получать самые разнообразные и необычные душистые молекулы. Допустим, аромат яблок, аромат пролине и так далее. Все, что мы сегодня с вами послушаем в этих ароматах, как раз получилось, было получено благодаря технологии Headspace. И такие интересные молекулы, как Изоисупер, Амбрексан, Амберфлёр, Акигалавуд и другие, также содержатся внутри парфюмов в селективной линейке Пандора. В серии 20 ароматов, но у меня на обзоре сегодня будут 4 аромата. Я их подбирала специально таким образом, чтобы максимально составить парфюмерный гардероб для каждой девушки. Но при этом, почитав о каждом аромате, вы также можете самостоятельно подобрать для себя нужные парфюмы в вашу коллекцию. При создании ароматов бренд ориентировался на ключевые ноты, которые создают ведущие направления внутри аромата. И на основе этого базируется принадлежность аромата к определенному виду деятельности. Будь то ароматы для мероприятий, вечеринок, или ароматы более с деловым характером, или ароматы для романтики, флирта. То есть вот все это, что называется подбор ароматов с учетом занятости под различные сферы жизни, называется ресурсный парфюмерный гардероб. Итак, начинаем с вами знакомиться с ароматами, и первый парфюм, который я держу в руках, он называется Pandora Base 715. Мы его с вами послушаем, определим, какие ноты здесь слышатся, и для какой сферы подходит этот аромат. Естественно, я уже заранее познакомилась со всеми ароматами и распределила их по сферам, поэтому в этом видео я уже буду вам рассказывать то, что себе заметила, записала, и то, куда подходит тот или иной аромат. Итак, Base 715, то есть аромат, он ярко нам раскрывается, знаете, вот таким вот жасминовым дыханием, белоцветочным дыханием, потому что жасмин входит в построение белоцветочного букета. Рядом с жасмином слышатся грушевые полутона, да, такая легкая фруктовость и цитрусовые аспекты, бергамота, лимона. И еще, что интересно, есть такая ароматическая молекула, тушистое вещество, которое называется амброфлюор. И вот здесь как раз она придает объемное цветочное дыхание тем цветам, которые заложены внутри композиции, и немножко удерживает, да, и расцвечивает амбровые ноты внутри парфюма. То есть здесь, получается, у нас есть и цветочная часть легкой фрукты, легкие цитрусы, и в том числе у нас есть еще и ноты шлейфа, которые дают вот такую легкую, совсем легкую, но структуру, аромату. То есть я бы сказала, что аромат, ну вот, кстати, из фруктов и ягод здесь слышатся оттенки ежевики, для тех, кто любит ежевику в парфюмах, да, возможно, вам этот аромат покажется очень интересным. Шлейф у нас подкрепляется еще кедром и мускусным, мускусным дыханием. То есть этот аромат, куда он подойдет из-за того, что в нем очень красивый белоцветочный букет с жасмином, поддержанный туберозой, магнолией, и плюс легкие фрукты, и такие вот солидные древесные мускусные оттенки, он подойдет, конечно же, для сферы побуждения женственности, для свидания, для раскрытия чувственности. Поэтому, если у вас перед вами стоит задача, такая, как раскрыться во всей красе, показать себя перед мужчинами, показать, что вы в отношениях, либо наоборот отправиться на встречу романтики и флирта, то аромат Pandora Selective Base 715, он будет идеален для данных случаев вашей жизни. Ну а мы с вами переходим и знакомимся со следующим парфюмом, который называется Base 1788, тоже его наносим с вами на блотер, будем слушать ключевые ноты и определять аромовоздействие аромата. Итак, приступаем к дегустации аромата Pandora Selective Base 1788. Аромат открывается нам фруктовым дыханием, айвы, таким слегка яблочным, слегка цитрусовым, слегка кремовым оттенком, такая необычность. Но в то же время, сам по себе аромат очень утонченный, деликатный, неяркий, он будет сидеть достаточно на близком расстоянии к коже, он не будет отвлекать на себя внимание других людей, то есть он больше будет подчеркивать вас, создавать вокруг вас интимную ауру аромата. То еще интересно, что в сердце находятся ажасминовые оттенки, ажасмин это про харизму, это про целеустремленность, есть еще гиацинт, он придает легкую горчинку аромату, и вверху, кстати, тоже есть легкая горчинка грейпфрута, которая тоже делает аромат не сладким, а чуть-чуть более горьковатым. В шлейфе в аромате есть ирис и кедр техасский, что тоже это ирис, это про глубину, а кедр техасский это про сосредоточенность на делах и на работе. Есть еще молекула в этом аромате, которая называется амброкс супер, это немножко аналог между амброксаном и за е супер, это амбровая молекула, которая предназначена как раз для рабочего настроя. Поэтому в целом, куда мы отнесем аромат к деловому гардеробу, несмотря на то, что здесь есть вроде как фруктовое дыхание в начале, оно вносит какую-то свою изюминку, но тем не менее, этот фрукт, он поддержан горчинкой грейпфрута, гиацинта, харизмой жасмина и таким вот очень структурными шлейфовыми нотами и амбровой молекулой, что однозначно приводит нас к растуждению, что парфюм лучше использовать для деловых целей. Более того, он не яркий, он достаточно деликатный, поэтому вы своим ароматом не будете никого отвлекать, когда будете заняты рабочими делами. Идеально, соответственно, заниматься рабочими делами, какими-то ходить на деловые переговоры во все те области вашей жизни, где нужно производить деловое впечатление. Ну а мы с вами переходим к знакомству со следующим ароматом, который называется Base 2027 и также наносим его на блоттер и будем чувствовать, что же там такое у нас раскрывается в аромате. Даже по цвету, да, можно сказать, что аромат какой-то у нас будет более насыщенный, чем предыдущий. И действительно, я уже нанесла аромат и слушаю, что он прям даже какой-то более восточный, более глубокий, может быть, даже с какими-то гурманскими оттенками. Да, вот здесь есть оттенок пралине, вот такой шоколадно-ореховый десерт, очень такой гурманский, очень манищий, да, заставляющий туда погрузиться, такой сладострастный. Здесь интересно, очень красиво обыгран флёр д'оранж, который даёт такое ощущение жизнеутверждающее, ощущение счастья. Ванильные ноты, безусловно, есть в шлейфе, которые дают сластинку аромату, и бобы тонка тоже есть. И также пачули, которые дают вот эту вот тень аромату, делая его ещё ярче, понасыщеннее. Ну вот это очень красивое пралине, наша десертная гурманская нота, она заставляет туда окунуться, чувствовать больше и глубже. Куда же интересно было бы отнести данный парфюм? Такое необычное решение я вам предложу, но я думаю, понравится. Для каких-то таких вот встреч с друзьями, когда вы встречаетесь за чашечкой кофе, десерта со своими подругами, идёте в кино, идёте в музей, а потом, да, ещё дискутируете за чашечкой горячего напитка с вашими друзьями по поводу того, где вы были, что произошло, или когда идёте на шопинг, и хочется взбодриться, и радостных эмоций не хватает, потому что как раз в аромате есть нота апельсинового дерева, флёр д'оранж, который ободрит, который повышает настроение. В общем, из-за того, что он такой гурманский и сладкий, но в то же время оттенённый цветком апельсинового дерева, я бы отнесла его к сфере для встреч с друзьями, для прекрасного времяпрепровождения. Особенно присмотритесь, да, для тех, кто любит десерты, но следит за своей фигурой, да, вы можете компенсировать свою тягу с помощью аромата в том числе. Ну, и завершающий аромат из коллекции Pandora Selective — это Base 1854. Тоже мы с вами его будем наносить на блоттер и знакомиться. Сразу скажу, что вот, наверное, из линейки из четырёх ароматов он мне показался самым необычным, очень таким гурманским и глубоким. Поэтому однозначно, сто процентов мы его относим к сфере торжественности мероприятий и особых событий. Почему? Потому что здесь есть бальзамические густые оттенки уда, которые сочетаются, вот как заявляет Pandora, с цветком табака. Это такой тоже простроенный парфюмерами аккорд, очень такой необычный, экзотический, напоминающий какую-то вот экзотику южных растений, какой-то оазис в сердце пустыни, да, что-то вот такое необычное здесь есть, очень красивое. Мне нравится бальзамический шлейф в данном аромате. Это сочетание нот уда и сочетание нот ладана. Плюс здесь есть курманский оттенок чёрного кофе, для тех, кто любит кофе в ароматах. Присмотритесь. Он здесь достаточно сладкий, но в то же время очень такой как бы поддержанный и уда, поддержанный и бальзамическими нотами ладана. Очень красиво раскрывается. Также в верхних нотах вот что может зацепить и удивить самый изысканный нос и обоняние. В верхних нотах есть ноты конопли, марихуаны. Вот она является трендовой в парфюмерии. И в целом, когда её добавляем в аромат, всегда какое-то есть такое необычное звучание. Конопля как проявляется, когда мы слышим лёгкое грибфрутовое и травянистое звучание, плюс ещё какую-то ирисовость и оттенки пачули. Таким образом мы можем дослушать, кто не знаком с ароматом марихуаны или конопли, то вы можете прям его таким образом начать улавливать внутри парфюмов. Очень необычный аромат. Меня вот он, наверное, более всего зацепил какой-то своим, ну, интересным, правда, в хорошем этом смысле, аккордом. То есть таким образом мы с вами рассмотрели 4 аромата и пособрали, прям, скажем так, целый парфюмерный гардероб. То есть у нас Бейс 715 с бело-цветочным букетом из жасмина, туберозы, да, с ягодками ежевики. Она подойдёт для женственности и романтизма. Бейс 1788 с Айвой, цирисом, с молекулой Амброк Супер. Она у нас подойдёт для рабочего гардероба. Бейс 2027 с пролине, таким сладостарастными оттенками внутри, но в то же время с апельсиновым цветом. Она у нас подойдёт для встреч с друзьями, когда нам хочется хорошо провозить время и не заморачиваться. Бейс 1854 с марихуаной, с удом, с цветками табака идеально подойдёт для каких-то торжественных мероприятий и событий. Интересно, конечно, было бы послушать всю линейку ароматов Пандора и разложить их по разные случаи, под разные направления в жизни. Но я думаю, вы сможете сделать это самостоятельно, потому что линейка большая, 20 ароматов. Выбирайте интересные для вас. Смотрите, куда что относится для того, чтобы грамотно составить себе свой парфюмерный гардероб. Или же воспользуйтесь теми ароматами, которые вас удивили и зацепили в сегодняшнем обзоре. То есть вы понимаете, вам, допустим, не хватает аромата для рабочего настроения. Всё, берём этот. Или зацепил аромат с марихуаной, значит, вот, берём этот. А может быть, вам все четыре приклянулись, и вы все четыре возьмёте себе на дегустацию. Парфюмерия Пандора представлена в Литуаль, Золотом Яблоке, Озон и Вайлдбрис. То есть вообще везде вы можете заказать. Также её можно купить на официальном сайте Pandora, pandoraparfums.ru. Все ссылочки оставлю под этим видео. И лично от меня дарю вам промокод, который называется VN. Две английские буквы. Валерия Нестерова. VN. По нему на официальном сайте pandoraparfums.ru вы получите ещё 5% ко всем скидкам, что сейчас есть на сайте. Поэтому не упустите такую возможность, приятную, познакомиться с брендом, познакомиться с заинтересовавшим вас парфюмом. Получать ещё больше ароматных эмоций от этой жизни через парфюмерию, через ароматы. На этом обзор селективной линейки бренда Pandora завершён. Мне было интересно разложить 4 аромата бренда. Куда же они подходят с точки зрения аромовоздействия и с точки зрения подбора парфюмерного гардероба. Надеюсь, и вы получили удовольствие от просмотра данного видео. Обязательно поделитесь в комментариях, знакомы ли вы с ароматами бренда Pandora. Какой аромат является любимчиком. Или какой аромат приглянулся вам больше всего из обзора данного видео. Что захотелось попробовать, дайте знать в комментариях. Я с удовольствием их прочитаю. И передам бренду. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok